Приветствую, мои дорогие зрители! Вы на канале Славянка Букс, и мы здесь о книгах разговариваем. Сегодня я решила для вас на новом фоне снять тег с провоцированным BookTube. За этот тег спасибо Людмиле Ильиче, именно у нее я подсмотрела эти вопросы. Всего 12 вопросов, они довольно интересные, поэтому оставайтесь до конца, узнайте много нового и любопытного обо мне. Итак, первый вопрос. Обращаешь ли ты внимание на возрастную маркировку книг? Является ли она основанием для чтения или отказа от него? Ну, я так понимаю, это вопрос о том, есть ли в книге 18+, имя ветра 16+, и так далее. Ну, конечно, я обращаю на маркировку книг внимание, особенно если это книги 6+. Как бы вот именно эти книги я и не читаю в основном. Хотя нет, вру, некоторые книги читаю, некоторые детские книги очень даже, очень даже ничего. Ну, а с другой стороны, есть книги, в которых куча мата и всяких непотребных выражений и действий, поэтому, естественно, нужно обращать внимание на возрастную маркировку книг, что я и делаю. Ну, например, вот совсем недавно купленная мною книга в фикс-прайсе. Здесь возрастная маркировка, опять-таки, 16+, любовный роман такой вот. То есть раньше 16 лет, но вряд ли я своей дочке посоветую его почитать. В общем, мне нравится, что была введена возрастная маркировка книг, фильмов. Мне это нравится, потому что сразу можешь понять, какой фильм стоит смотреть со своим детенышем, а какой фильм нужно смотреть одному или в компании такого же взрослого человека, как ты сам. В общем, я обращаю внимание на возрастную маркировку, ну, конечно же. Второй вопрос. Как ты относишься к книгам, содержащим что-то, что тебе не близко? Например, темы насилия, иной религии, иной ориентации. Ну, если книга написана только на эту тему, то есть тема, которая мне не близка и вообще отвращает, то вопрос, нафига я взяла эту книгу читать? Я не мазохист, я не люблю насиловать себя какими-то ужасными книгами, поэтому, знаете, навряд ли я буду ее продолжать, даже если она мне попалась, и я не знала, что там за сюрприз меня ждет. Поэтому я не буду продолжать читать эту книгу. И я ее просто отложу и передаю, или, может быть, даже выкину просто. Какая нехорошая женщина. Вот. С другой стороны, если я уже заранее знаю, что в этой книге будут неприемлемые для меня темы, то я, наверное, сразу скажу, что я не буду ее читать, потому что, ну, блин, в мире огромное количество книг, которые можно читать и радоваться, а не читать и, знаете, думать, «Господи, что за бред я читаю? Почему опять эта тема, и меня это все бесит?» Нет, зачем? Нет. Я не буду даже пытаться, даже не буду, вот честное слово. Следующий, третий вопрос. Выбрасываешь ли ты книги? Да, я выбрасываю книги на макулатуру, я их сдаю, но если это не считается, наверное, выбрасываю, потому что я делаю пользу, я сдаю книги на макулатуру, а потом эти деньги, собранные с макулатуры, идут на пополнение школьной библиотеки, и поэтому как бы вот такое вот экологическое, да, такое движение. Если уж книга совсем даже на макулатуру не подойдет, вот был у меня в жизни такой случай, когда у нас сгорел дом, а вместе с домом, естественно, ну, библиотека наша большая, там два огромных книжных шкафта, она не сгорела, но она была испорчена, потому что пожарные, когда дом тут шили, ну, уж точно не думали о том, спасать книги или не спасать книги. А соседи наши, которые вытаскивали наше барахло, ведь никого дома тогда не было, спасибо им за это, что они хоть что-то спасли, они тоже в последнюю очередь думали о том, чтобы спасать книги, да. И вот эти книги были прекрасно залиты раствором вот этим, которым тушат пожары, это даже не вода, это какой-то раствор такой пенящийся, ну, естественно, они были безвозвратно просто испорчены в усмерть. И даже когда мы их высушили, как бы некоторые думали, может быть, удастся отреставрировать, ну, нет, настолько плохое, в общем, плохой вид у них был плачевный, качество отрестительное, что пришлось даже не на макулатуру, они же мокрые все были, испорченные. В общем, да, эти книги пришлось выкинуть. А вообще я не люблю выкидывать книги, я лучше, правда, отдам их на макулатуру, если они устарели, испорчены и так далее и тому подобное. Следующий вопрос. Что ты делаешь, если порвал, испачкал книгу, а если это чужая книга? Ну, во-первых, нормальный адекватный человек, который порвал чужую книгу, ну, случайно, да, нормальный адекватный человек скажет человеку, у кого он взял эту книгу, извини, вот так получилось, я не хотела, или там случайно получилось, я порвал твою книгу, но эту книгу я оставлю себе, а тебе куплю такую же, или давай я компенсирую тебе деньгами то, что я натворил. Ну, а если это моя книга личная, ну, то есть я ее купила, и вот так случилось, что я пила чай, и потом этот чай тудухнулся на книгу, или мой любимый хвост пробежал и, значит, кефир, например, на книгу разлил, у меня такое, кстати, было, ничего страшного, а ничего страшного, макулатура нас ждет. Ну, а если это любимая книга, вот такая вот моя, да, то есть вдруг вот это будет испорчено, ну, тогда затянем поясочки потуже и накопим денежек на покупку нового экземпляра, а этот будет, ну, куда-нибудь отправлен или подарен, может быть, кому-нибудь. Следующее. Заглядываешь ли ты в финал книги до того, как ее прочитал? Не во всем и не всегда, но иногда бывает, что у меня прям, знаете, вот сидит какой-то чертик на плече и говорит, ну, посмотри, ну, чем там закончится, ну, блин, ты права или нет? Особенно это касается какого-нибудь детектива или триллера и, в общем-то, когда я, знаете, строю свои догадки, то есть вот я думаю, что убийца вот этот человек или я думаю, что жертвой будет вот эта женщина или там, ну, персонаж, и меня прям, знаете, точит-точит этот чертик на плече, который говорит, ну, посмотри, ну, а вдруг ты права, ты тогда вообще круто-круто там свои серые клеточки, как Эркюль Паро говорил, да, под напряги и, ну, будешь королевой детектива, ты же отгадала, но ангелочек на другом плече говорит, не смей, дочитай до конца и так далее. Я заглядываю в финал книги при одном условии только. Если я по этой книге посмотрела фильм и мне лень ее читать, я заглядываю в финал, чтобы посмотреть, а совпали ли ситуации в фильме и в книге, потому что очень часто эти ситуации финальные не совпадают. Вот такая вот я нехорошая женщина. Что-то я сегодня вообще все время нехорошая да нехорошая. Следующий, шестой вопрос. Используешь ли в своих отзывах о книге чужое мнение? Да, иногда использую, когда я это делаю, когда я, например, не до конца поняла книгу. Ну, то есть вот я ее прочитала, я думаю, вот что-то мне вот ответов каких-то не хватило на вопросы, которые расставил автор в течение там повествования, да? Или вот что-то не все ружья выстрелили, вот они висели на стене в течение книги условно, и вот они не все выстрелили. И я такая, блин, что-то не то, что-то я там пропустила в этом ружье и в этом списке. И поэтому я иду на другие отзывы, смотрю, и если действительно я что-то пропустила, то почему бы вам об этом не рассказать? Причем я могу прямо сказать, что я это пропустила. Вот человек читал более усердно и более внимательно, нежели я, и он не пропустил, он вот подсказал мне, на что обратить внимание, например, в следующих книгах автора. Поэтому ничего в этом зазорном я не вижу, чтобы посмотреть отзывы других читателей. Дальше. Седьмой вопрос. Как ты отреагируешь, если лучший друг дал тебе книгу почитать, а она, мягко говоря, сомнительного качества? Ух, юх, ухо, у меня уже есть такой друг, верни, подруга, верни, коллега. Вот у нас с ней, ну, вообще не совпадают вкусы. Вы знаете, когда мы еще только начали обмениваться впечатлениями о прочтенных книгах, я еще, знаете, такая воодушевленная была. Думаю, ой, боже мой, есть человек, который читает, как и я, это же классно. Мы будем меняться книгами, мы будем обмениваться впечатлениями. Ну и как вы думаете, да? Я пришла на BookTube именно по одной из таких причин, что моя коллега, моя подруга вообще не совпадает в взглядах на литературу и вкусах на эту литературу со мной. Вот смотрите, она дает мне книгу и говорит, о, боже, Марина, это такая книга, это столько впечатлений. Я вот всю ночь читала, не могла уснуть, это просто ты утонешь в этой прекрасной истории. Я, конечно, знаете, такая, вау, воодушленно, бегу домой, открываю эту книгу, начинаю читать, и такая, на третьей странице уже буквально... Ну, то есть меня вообще вырубает в сон, и сколько бы я ни пыталась продолжать читать эту восхитительную, по ее мнению, историю, меня просто вырубают, и все, и я не могу даже ее дочитать. С другой стороны, я прихожу и говорю, боже мой, это такая книга, восхитительная просто, читай, не пожалеешь. Вот последнее, что было, какую книгу я ее рекомендовала и всем рекомендую постоянно, да, это Уве Бакмана. Ну, я начала знакомство с Бакманом именно с этой книги, и вот всем начинать рекомендую Бакмана именно с этой книги, и вы знаете, все мои коллеги, вот 99% вот с такими глазами, говорят, классная книга, спасибо, что посоветовала, это просто восхитительно. Эта девушка говорит, какая тоска, зачем ты вообще мне дала этого Уве читать, это же скучно, это же вообще какой-то нудятина и так далее. И вот после того, как мы с ней вот раз 10 вот такую ситуацию попали, то я говорю, что книга не алло, то она говорит, что книга не алло. Мы перестали как бы обмениваться книгами с тех пор, и я подумала, что мне нужны люди, которые совпадают со мной во вкусах, чтобы я вот могла их мотивировать на чтение тех книг, которые нравятся мне. И я пошла на Буктюб, ну, как бы можете ей тоже сказать спасибо за это, что оказались на моем канале, и меня слушаете, вот благодаря ей в том числе. Следующий вопрос. Как часто ты не рассказываешь подписчикам или друзьям о прочитанных книгах и почему? Будешь ли ты рассказывать, что читаешь что-то а-ля Донцова? Я часто... ну, нет. Я не могу сказать, что я часто не рассказываю о прочитанных. Ну, коллегам, там, друзьям я могу не рассказывать, потому что, ну, иногда, знаете, прочитала очередной триллер, вот, который 109-й в подборке одинаковых сюжетных линий. И ты думаешь, ну, зачем очередной раз говоришь, ну, да, я прочитала 109-й триллер. Ну, вот об этих книгах, может, я коллегам и друзьям не рассказываю. Вам же на канале я рассказываю обо всех, даже о какашливых книгах. У меня даже были отдельные ролики о книгах, которые я не дочитала. Я прямо вам говорю, почему я эту книгу не дочитала, или там, знаете, вот эту книгу я сегодня хочу прочитать, а потом говорю, нет, что-то вот я начала, и не алё. Плюс у меня есть Инстаграм, где я обязательно всем подписчикам в сторис постоянно публикую свои впечатления о книге и пишу, буду ли я её продолжать или не буду продолжать. В общем, если вы ещё не подписаны на мой Инстаграм, то чего, вы ждёте, подписывайтесь там, прям с пылу, с жару, всё с первых рук, прям контрольная информация о том, что я читаю сейчас, какие первые впечатления, и вообще там очень много юмора. Я вообще весёлый человек по жизни. Так вот, получается, что подписчикам как раз-таки я рассказываю про все книги, даже вот про такие, кстати, вот собираюсь как-нибудь ознакомиться. Я вот сейчас смотрю на эту книгу и думаю, в каком угаре я была, что я её купила. Ну, как бы это вообще не мой жанр. Я очень редко читаю такие книги, но вот была в каком-то угаре, приобрела, и нужно её прочитать, и, естественно, я вам расскажу, что в этой книге классное, а что не очень классное. Вот такие дела. Дальше, девятый вопрос. Многие блогеры грешат тем, что покупают в них больше, чем читают. Твое мнение, это правильно или нет? Ну, знаете, здесь дело каждого. Здесь нельзя сказать, что это правильно или неправильно, потому что это очень-очень субъективный момент. Ну, согласитесь, кто-то там собирает, не знаю, коллекцию марок, кто-то собирает, я не знаю, художник, у него тысячи карандашей, можно сказать. Ну, зачем тебе очередная подборка красок или карандашей, если у тебя уже ещё старые, не списаны, в общем-то, да? Или зачем компьютерская, зачем тебе ещё очередная игра, если ты ту ещё не докончил, да? Вот таким образом. Какой-то вопрос странный. Ну, покупка новых книг для блогеров, книга блогера, вообще книга любого, это сродни релаксу какому-то. У меня самой больше книг, чем я прочитала. Но вопрос в том, что здесь нужно как бы адекватно соотносить свои возможности с твоими желаниями, да? Потому что есть люди, у которых есть возможности покупать много книг каждый месяц, там, по 15-20 книг. Да ради бога, это их деньги, пусть они тратят их на что хотят. А есть люди, у которых нет такой возможности купить по 15-20 книг в месяц, и они ходят в фикс-прайсы. Знаете, что я заметила? Появились на букблогерских каналах такие снобы, которые говорят, фу, какая гадость в магазинах фикс-прайл лежит. Там вообще отстойще отстойно, и нормальных книг там нет. Нет, дорогие мои, там нормальные книги есть. Просто среди мусора вот это в психодряне, которое там навалено обычно, нужно периодически попадать на завоз. Это во-первых. Но, во-вторых, смотреть мои ролики и знать, что действительно нужно купить и можно купить. А что лучше обойти стороной. Плюс, сейчас финансовая ситуация у большинства людей такова, что если у них есть выбор между покупкой на 250 рублей книги и на тех же 250 рублей какой-нибудь продуктов, каких-нибудь еды какой-нибудь, то я думаю, 99,9 выберут, естественно, продукты и еду, а не книгу. Но согласитесь, всегда у нас духовные потребности намного дальше от человека, чем физиологически. Так вот, о чем я? О том, что если у вас есть возможность, и вам нравится покупать тысячу книг и заполнять ими полки всех, домов и всех комнат и так далее, несмотря на то, что это пылесборники, пожалуйста, покупайте, заполняйте, радуйтесь перестановке и так далее, тому подобное. А если у вас нет такой возможности, ну можно жить и так, прочитал, купил книгу, прочитал, продал книгу. У нас, кстати, есть местный форум такой, ВКонтакте, группа, где люди продают прочитанные книги. Я заметила, там некоторые девушки именно так и делают. То есть вот они купили книги Inspiria, там, например, вот новинки буквально, да, прочитали в течение месяца и тут же продают на 100-200 рублей дешевле, чем купили. Ну это здорово, они купили, продали, купили, продали, но и продолжают читать, это главное. Вот таким образом. Десятый вопрос. Как ты относишься к мату в книгах? Нормально я отношусь к мату в книгах. Я, знаете, иногда он, конечно, режет мне слух, когда вот ты читаешь такие прекрасные книги с живым языком, без мата, да, 16+, в общем-то, и классику там, вот просто запойм. А потом берешь книгу типа «Не ночи», Джей Кристофа, где мат на мате матом погоняет, то у тебя немножко сначала такой, знаете, диссонанс в мозгу такой, ой, ёпэрэ, ой, нецензурное слово, о том, что ого-го-го, а тут оказывается это крепкое словцо, но у Джей Кристофа крепкое словцо как раз-таки в тему, то есть там не просто мат, потому что он, я по-другому выразиться не могу, а он оттеняет характер героев и показывает накаленность, напряжение ситуации, которая там происходит. А вот если мат просто потому, что я не умею говорить по-другому, я помню, был у меня друг, в классе девятом мы учились, и вот во время урока он всё время молчал, то есть он просто тупо все шесть уроков молчал, сопел себе там, не знаю, в тетрадке. А вот когда выходили, и мы периодически шли домой вместе, потому что рядом жили, у него рот не закрывался, и он очень сильно матерился, ну просто невозможно, у меня просто, знаете, вытекал мозг через уши, и я как-то ему сказала, слушай, а ты можешь сказать ту же самую фразу, но без мата? И вот понимаете, он не смог этого сделать, он не смог сказать эту фразу без мата, то есть настолько человек впитывал в себя вот эту вот нецензурную лексику, и на ней изъяснялся виртуозно. Вот если так, то нет, спасибо, мне такие книги неинтересны. А если мат оттеняет главного героя и показывает его характер, контекст ситуации выдаёт, то вполне нормально я к этому отношусь. Следующий одиннадцатый вопрос. Будешь ли ты дочитывать книгу, если тебе и вдруг проспойлерили? Если эта книга мне нравится своей структурой, если мне нравится герой, если мне нравится язык произведения, то есть если она красиво написана и просто получаешь удовольствие не от того, что ты за сюжетом следишь, а даже от того, что вот просто читаешь прекрасный текст, то я буду читать даже если мне её проспойлели. А если эта книга читалась только ради сюжета, как многие триллеры проходные, и ты уже знаешь, кто убийца, а убийца садовник, то и читать больше не хочется. Я, наверное, такую книгу отлажу, вот честно, на душе скажу. Но получается, что тогда 99% населения не будет читать Анну Каренину? Ну, потому что это, наверное, самое спойлерное произведение в мире. Все знают, чем она закончилась, да, и что будет главной героиней, так почему же её тогда не читать? Ну, странный вопрос. Двенадцатый вопрос. А сколько должен читать человек? Какой-то вопрос тоже такой должен, прям обязан читать человек. Сколько должен человек спать? Сколько должен человек есть? Сколько он должен ходить? Мне вот это слово «должен» немножко подраздражает, вот честно. Но я хочу вам рассказать об исследованиях, которые проводили психологи, социологи о как раз-таки влиянии чтения на мозг и судьбу человека. Каждодневное чтение хотя бы в течение пяти, пяти минут замедляет старение мозга. Читающие люди более эмпатичны, книги на шестьдесят восемь процентов снижают уровень стресса. То есть, если ты хотя бы в течение пяти минут почитал книгу, то уже стресс твой снизится на шестьдесят восемь процентов. При этом психологи и биологи сказали, что прослушивание музыки и просмотр телефильмов или сериалов так на мозг не влияют, как к чтению книг. То есть, ваши аудиокниги мимо проходят. Если вы не читаете, стресс не снижают аудиокниги. Стресс снижает, когда ты берешь прям книгу, открываешь ее и читаешь. Вот это круто. Профессор-нейробиолог Лиза Занштайн сказала, что любимым жанром человека становится тот, который подходит вашему мозгу. Например, сложные детективы нравятся любителям логических задачек. И я такая задумалась. Если мне нравится эпическая фэнтези, что это может значить? Что мой мозг мне хочет сказать? Ну, может быть, что я творческий человек, люблю всякие, знаете, такие моменты приключенческие, необычные, не существующие в реальном мире, наверное, так. В общем-то, при этом еще одно наблюдение этой Лизы Занштайн я могу просто подтвердить своим примером. Она говорит о том, что, значит, текст любой книги можно читать по-разному. Это психолог Лизы Занштайн и нейробиолог Натали Филлипс провели эксперимент. Они взяли студентов, которые никогда не читали роман Остин Мэнсилф Парк и попросили его прочитать дважды. Первый раз студенты читали просто для удовольствия на расслабоне, как обычно мы с вами это делаем, соответственно. Затем она попросила их прочитать тексты и обращать внимание на структуру, темпо-ритм, на слова, на сравнение и метафоры. И когда они прочитали один раз, им сделали МРТ головного мозга, потом прочитали второй раз, им сделали второй раз МРТ головного мозга. В это время, во время МРТ они отвечали на вопросы по сюжету либо по тексту и фактически нейробиолог сказал, что мозг воспринял чтение этого романа как будто два разных текста. Представляете? То есть они прочитали один текст вроде бы два раза, но мозг воспринял это как будто ты прочитал два разных текста фактически. То есть я книгу Патрика Ротфуса читала, я не знаю, сколько раз, блин, ну, напишите ваш вариант в комментариях, как вы думаете, сколько я читала раз книгу Патрика Ротфуса, и, наверное, постоянно мой мозг мне говорил, да что это за новый интересный текст здесь появляется, мне нравится, я постоянно читаю и думаю, о, вот этого я не замечала, а это я вот только что на это обратила внимание. Есть ли у вас такая книга, которую ваш мозг воспринимает, как будто вы читаете ее снова и снова и снова по-разному, напишите в комментариях, что-то у нас такая дискуссия должна получиться в комментариях, пишите, пишите вообще ваши все мысли в комментариях, я буду ждать и реагировать на ваши комментарии, вы знаете, я всем отвечаю. Ну, а на этом наш тег подошел к концу, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, а с вами была Славянка, пока-пока!